Российских школьников они предложили обязать трудиться на пользу общества. Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании российских подростков. Поправки к закону об образовании предполагают, что общественно полезный труд станет обязательной частью программы среднего образования. Нынешнее законодательство об образовании разрешает привлекать школьников в труду лишь в целях обучения. Сгребать листья или, например, убирать мусор на школьном дворе сейчас по закону можно только с письменного согласия родителей и самого ученика. Обучающиеся планируют привлечь к высадке насаждений на пришкольной территории, уборке снега, к оформлению класса, актового спортивного зала к мероприятию, помощи библиотекам и музеям. При этом администрации учебных заведений больше не потребуются на это согласие родителей. У этой инициативы есть как сторонники, так и противники. А что об этом думают тверичане, узнали на улице города. Обязательно надо, потому что дети наши ленивые. Пройти по улице не занимаются практически ничем. Спортом не занимаются, музыкой не занимаются, труду, естественно, вообще не приучены. Ну а почему бы и нет? Все-таки как бы нужно приучать детей к труду, к трудолюбию. Это неплохо. Ну нормально, потому что мы сами в свое время как бы обучались этому всему. Да, положительно. По всему этому нужно. Обязательно. Для чего? Для трудового воспитания детей, конечно же. Чтобы дети знали, что в обществе необходимо не только развлекаться, но и трудиться. Помогать взрослым. Воспитать ответственность за уважение к чужому труду. Если для этого будут создаваться хорошие условия, это качественные какие-то тяпки, условно говоря, то почему бы и нет? Мне кажется, это приятно с своими одноклассниками заниматься общим делом, делать что-то на благо школы, в которой вы учитесь. Будет приучаться народ к тому, чтобы не портить то, в чем ты живешь, потому что он сам за этим убирает. Я была бы за. Я тоже за. Но мне хотелось бы, чтобы еще подначивали их как-нибудь. Платили? Нет, не платили, а поощряли чем-нибудь. Пятерочки ставили. Большинство опрошенных тверичан, что называется, всеми руками за такую инициативу. Приучать школьников в труду считают необходимым. Но для начала предлагают создать достойные условия труда и ввести поощрение, например, в виде бонусных оценок. Но если школьники и их родители и так за трудовое воспитание, зачем тогда внедрять поправки, которые лишают права выбора в этом вопросе?